55 голосов против 226. Вопреки ожиданиям Сенат Италии все-таки не поддержал вынесение вотума недоверия министру внутренних дел Анжелина Альфана, которого обвиняли в скандальной высылке из страны семьи бывшего владельца казахстанского БТА-банка Мухтара Аблязова. Накануне сразу две местные партии «Пять звезд» и «Зеленые» настаивали на его немедленной отставке, ссылаясь на то, что он не мог не знать о ситуации вокруг незаконной депортации Алмыша Лабаевой и ее шестилетней дочери Алуа. Это то, что не былоạ не suit увы-н, интуристы. estремноuser Я хочу получить кооперту политики, господин министр. Кооперту политики, которые отступают от главы своего партия, которые это дают социал дитут Казако, господин министр. Анжелина Альфана сумела таки удержаться в своем кресле. И этому есть простое объяснение. Уход министра привел бы в стране к политическому кризису и новым выборам парламента. А это совершенно не на руку многим депутатам. Но особенно лидеру партии «Народ свободы», бывшему премьер-министру, а ныне сенатору Сильвио Берлускони. В случае новых выборов престарелый любитель несовершеннолетних проституток лишился бы личной неприкосновенности и отправился на нары. Ведь меньше месяца назад Берлускони был приговорен к 7 годам лишения свободы с запретом в дальнейшем занимать государственные должности. Видимо, поэтому господин Берлускони поспешил откреститься от многолетней дружбы с Нурсултаном Назарбаевым. Своя же рубашка ближе к телу. Правда состоит в том, что у меня с этим Назарбаевым нет никакой дружбы. Что уж тут говорить о близких отношениях. Я был в Астане всего один раз, возвращаясь с саммита G8. И я не являюсь единственным главой государства или правительства Запада, который с ним встречался. Что касается истории о том, что я якобы виделся с ним на Сардинии, то это ложь. Власти Италии оказались под жестким давлением не только внутренней оппозиции, но и со стороны международных организаций. Вернуть жену Мухтара Аблязова Алму и ее дочь Алуа потребовали эксперты ООН по правам человека. Они призвали итальянские власти, которые уже признали факт чудовищной ошибки, немедленно вернуть из Казахстана близких Мухтара Аблязова. В настоящее время Алма Шалабаева находится в Алматы под подпиской о невыезде. Андрей Заокский специально для информационного канала 1612.